Ира, мы тебя поздравляем. Это действительно большое достижение. Расскажи, пожалуйста, что это за конкурс и какие у него цели. Это международный конкурс красоты, моды и таланта Fashion Week с Love Size of Beauty World. И конкурс, на котором участвовала не только красота, но также мода и талант. То есть и дизайнеры представляли свои работы и идеи, то есть и молодые дизайнеры, то есть и были даже те, кому нет, даже 18. И, естественно, у нас артисты, новые звездочки, которые хотят блистать, и также красивые женщины мира. Ну расскажи, как ты узнала об этом конкурсе, почему решила участвовать и сложно ли было попасть туда? Если честно, я об этом конкурсе даже никогда не мечтала. Это получилось случайно. В интернете, в инстаграме я нашла участие на Мисс Сибирь однажды в каком-то году. И по личным причинам не смогла на него поехать. И организатор, вице-президент компании Екатерина Чапей вышла на меня сама уже вот в 22-м году и предложила мне участие на Мисс России, так как не увидела меня на своем конкурсе. Я сразу согласилась. Конечно, времени было мало подготовиться, но я это сделала, я поехала. И каким-то образом, случайным чудом получила гран-при Мисс России, стала красавицей России 2022 и получила право участия уже на международном конкурсе Мисс Мира. Давай пока поговорим об этом конкурсе, который только что прошел. Ты говоришь совершенно случайно, это все как-то действительно как будто бы чудом произошло, но это ведь большая работа. Как ты готовилась? Так как было три показа, три выхода, мы готовили национальный костюм, спортивный выход и вечерний наряд. Самое сложное это было найти национальный костюм. Я, насколько знаю, тебе даже не сразу его готовы были дать, да? Да, я обращалась в несколько организаций и так получилось, что не каждый готов на это пойти, потому что, я так понимаю, это все ручные работы, костюмы. Все переживают, боятся за порчу, наверное, имущество, не знаю. Ну и дальше, когда ты туда приехала, что вы делали? Я прилетела практически за день до конкурса и на следующий день у нас состоялся конкурс уже, поэтому особо думать было некогда. И, в принципе, ты уже просто подготавливаешься морально к этому. От нас именно, от меня зависело именно три прохода по ковровой дорожке. Что ты чувствовала? Расскажи, я не знаю, мне кажется, я бы там упала в обморок просто. Я в обморок упала на первом почти конкурсе, да, мне было очень страшно и меня успокаивали мои, так сказать, соперницы, но все обошлось. А вот в этом конкурсе я уже более уверенно в себе шла, поэтому особо страха не было. Единственное, что надо было держаться на каблуках, а я этого очень не люблю. В любом случае, это большая работа, да, и что от тебя требовалось? То есть, вот ты понимала, что это какое-то преодоление себя? Ну, конечно, во-первых, все равно это страх в любом случае присутствует. Страх того, что люди на тебя смотрят, тебя снимают в камеры. И в том, что у тебя за спиной еще 80 конкурсанток. Ну, и ты должна не опозориться и приехать в свой город с каким-то титулом, да, хотя бы самым последним, но привести его, вырвать его. И поэтому для меня было самое сложное, это вот показать себя достойно, потому что я была после самолета и очень уставшая. А вас готовили, как идти? Ну, у нас была одна репетиция перед самым выходом. Там, конечно, за кулисами была полная паника, потому что за время репетиции все уже забыли, кто за кем стоял, кто за кем должен выходить. Это все было на ходу и просто уже импровизировали. Ты говоришь, хотя бы с каким-то титулом, но ты уступила всего один балл москвичке 20-летней, иначе, ну, ты была бы просто самой-самой, да? Как так получилось? Ну, наверное, ее наряд был лучше, чем мой. Я думаю, что к следующему разу я подготовлюсь еще сильнее. Ну, расскажи о своих нарядах. Национальный костюм у меня был корякская кухлянка ручной работы. Без излишеств, ручная работа вышита бисером, все, меха как положено. Все по-скромненькому, но со вкусом. Так, а другие два? Спортивный выход у нас идет белая футболка с логотипом конкурса, шорты, ну, и туфли. Здесь уже оценится твоя фигура, твоя походка, ну, то есть ровные ножки, аккуратная фигура, то есть, ну, твои параметры уже оцениваются. И вечерний выход, это, естественно, наряд, вечернее платье, как ты себя в этом платье подаешь, как ты подбираешь аксессуары. То есть, полностью твой внешний вид должен соответствовать. Ну, для тебя самый сложный какой был? Мне кажется, последний вечерний. Вечерний. Потому что моя прическа уже страдала. На каждый показ надо было придумать что-то интересное. И к концу показа у меня уже мои кудряшки, это уже было непонятно что, и было трудно уложить, что-то придумать. Если честно, я думала, что я вообще никакого места не завела, мне уже стало плохо. У меня сердце забилось так, что я слушала свой пульс. И когда меня объявляют предпоследний, и я стою, меня награждают, обо мне что-то говорят, а я ничего не слышу. У меня просто вот свет в глаза, и все, у меня гул стоит, я в шоке. Я только потом на видео пересматривала, что же я все-таки получила. Ну, насколько я знаю, теперь следующий этап будет в Македонии. Да. Как это будет? Ну, это сейчас еще под большим вопросом из-за ситуации в стране, так как у нас международный должен был проходить в Турции, а не в Москве. И под вопросом пока все стоит по поводу Македонии. Но я бы очень хотела поехать, потому что это уже следующий этап, это Мисс Вселенная, дальше, наверное, только космос. Точно. Вот расскажи о тех, кого ты называешь соперницами, но такое ощущение складывается, что вы друг друга все поддерживали. Ну, потому что чувство страха и было в глазах видно у всех. То есть там все были наравне, абсолютно. Есть какие-то наряды, которые, может быть, тебя поразили, да, и которые ты вот посмотрела, и да, это заслуживает первого места? Ну, если честно, мне было немножко непонятно по поводу национального костюма. Я до этого думала, что национальный костюм должен принадлежать твоему региону, твоему краю. То есть ты должна показать именно свой, где ты родился, где ты вырос. А оказывается, что можно просто выбрать, на то он называется международный. То есть ты можешь выбрать любой край, любую страну и показать этот идеальный подобранный наряд. Вот, потому что там были всякие разные. Я смотрела и японские костюмы, и татарские, и всякие. Ну, то есть, ну, я вот не думала, что можно играть разными нарядами. Но вот если бы ты сейчас ехала вновь, что бы ты изменила? Ну, я бы не стала менять национальный костюм, но я бы хотела сделать его более шикарным. Добавить меха, чтобы это, ну, как-то, может, какой-то свадебный наш корякский наряд. То есть он должен быть белый, с белым, может, мехом, там, с белыми вышивками. Ну, так, более эффектно. Понятно, что сейчас ничего не понятно с фестивалем, который должен пройти в Македонии, но, тем не менее, для себя ты какие-то цели поставила? Мы, да, мы морально готовимся к этому конкурсу. Я уже продумываю вечерний наряд, если я действительно поеду. Ну, до января мне очень мало времени на самом деле подготовиться, поэтому нужно готовиться уже сейчас. Вот, если объявят, чтобы вот собрала чемодан и поехала. Каким он будет, твой вечерний наряд? Это секрет. Так и знала. Давай поговорим о первом конкурсе красоты, в котором ты участвовала. Это был Мисс Сибирь в 2019 году, но по семейным обстоятельствам я не смогла поехать на этот конкурс, и спустя вот два года, даже больше получается, она мне звонит и говорит, Ирина, мы с вами так и не встретились, у меня есть предложение участвовать в конкурсе Мисс Россия. Конечно, у меня глаза загорелись, я, конечно, хочу, 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 а возможности особо не было. Ну, мы дома посидели, подумали и согласились. Приняли единогласное решение, что надо ехать. У нас есть такая мечта. Как это было? Это было спокойно, но страшно. Это все равно страшно, у тебя есть сомнения. Сомнения о том, что ты просто зря съездишь, потому что действительно в конкурсе участвуют очень красивые девушки. Настолько модельные внешности, что я аж немножко позавидовала. Теперь у меня есть стремление, теперь я хочу много чего добиться, не буду говорить чего. Ладно, это тоже. Вот, и действительно модельные внешности на лицо, на фигуру, которых отбирали на показы Зайцева. Мне было немножко обидно, что меня не выбрали ни на один показ, но потом я поняла, что это даже хорошо. Почему? Ну, потому что во время банкета всех девчонок забирали на показ. Ну, то есть ты не отдыхаешь после конкурса, а ты опять на сцене. Я смотрела и любовалась. Чем запомнился тебе тот первый конкурс красоты? Потому что это ведь, ну, ничего себе, такое достижение. Ну, да, на первом конкурсе красоты я выиграла гран-при. Это самый высший балл, это безоговорочная победа. Я была, конечно, в шоке. Была в шоке, и я не знала, что мне делать дальше. Потому что все это паутина. Она уже затягивает. То есть выиграла один конкурс, ты должна участвовать в следующем. Выиграла следующий, ты участвуешь в третьем. То есть пока ты не дойдешь до финала. И я понимаю, что все, с этим начинает связываться моя карьера. То есть я съездила на него. Я никогда не считала себя самой красивой женщиной в мире или достойной титула. Я поняла, что каждая здесь живущая в нашем городе обязана выехать. Потому что здесь столько неуверенных в себе девушек. Я заметила, вот я как человек, который работает в бьюти-сфере, я рассказываю об этом конкурсе, показываю фотографии девочек. И я много слышала таких выражений, типа, ну да я не потяну, да ты что, посмотри на меня. Ну то есть таких вот сомнений даже у меня не было, когда мне предложили ехать. И я думаю, что надо это продвигать. У нас очень много девушек красивых в крае, особенно так как это Дальний Восток. У нас вот вечная мерзлота, у нас девушки хорошо сохраняются, поэтому надо эту красоту показать. Ну ты говоришь, надо это продвигать как? Я думаю, что пора устраивать конкурсы красоты в Магадане. Потому что у нас нет мисс Магадан. У нас нет ни мисс Магадан, ни миссис Магадан, ни литл мисс Магадан. То есть в конкурсе могут участвовать в вообще очень большой возрастной категории. То есть интервал большой от 5 лет и до 80-90 лет, если есть на это возможность, конечно. И каждый раз титулованная красавица может выиграть приз, поехать уже на российский. И также быть мисс Россия 23, потом мисс Россия 24. То есть это каждый год, это вот каждый календарный год должна быть какая-то победительница. Так, ну вот как тебе кажется, насколько трудно реализуемая эта задача в Магадане? Вот как я прилетела, я уже 2 дня не сплю. Поэтому я ломаю голову, как это организовать. И мне очень трудно, потому что я мало здесь кого знаю. Это нужен режиссер-постановщик, это нужно найти сцену с кулисами, кто даст право выйти на сцену. То есть это у нас только ДК, молодежный центр. Это я не знаю, куда идти просить разрешения за помощь, за организацию, потому что, естественно, одна я с этим не справлюсь. Понятно, объявить кастинг в принципе легко, набрать девушек легко. А организовать сам праздник, само мероприятие очень трудно. Это надо привлекать партнеров, привлекать спонсоров, найти членов жюри. Потому что я не знаю, сколько у нас людей пожелает быть в жюри. То есть ты же не выберешь обычного человека в жюри. Должен быть представитель хотя бы, ну, может быть, салона красоты. Кто знает в моде, кто знает вкус, что может оценить. Вот в этом сложность. Честно, я не знаю, мне трудно с этим пока. То есть в такой прострации пока непонятно, куда двигаться, да? Да, да, да. То есть я составляю план. И я бы очень хотела, если будут предложения о партнерстве, и помощи в организации, я приму с распростертыми объятиями. И, наконец-то, мы устроим конкурс Мисс Магадан. Знаешь, что интересно? Интересно, ты говоришь, что очень много в Магадане неуверенных в себе девушек, да? Как тебе кажется, с чем это связано? То есть вот ты сидишь и думаешь, поеду-ка я на конкурс красоты. Я этого достойна, как говорится в одной знаменитой рекламе, да? Почему у других такого нет? Есть у тебя мнение по этому? Ну, какая-то закомплексованность идет, мне кажется. Они уже привыкли сидеть дома, воспитывать детей. Вот эта рутинная работа, каждый день, один сурка. Может быть, где-то мужчины подавляют, то есть, не дай бог, она уедет в Москву, ничего себе, аж трое суток. Быть в селебрике, между звездами фоткаться, обниматься, то есть быть везде на обложках, возможно, на телеканалах. То есть это может какая-то зависть еще. У мужчин тоже такое бывает. Но я думаю, что каждый мужчина будет рад, когда его женщину возвысят. Есть у тебя какой-то совет, как справиться с этим? Ну, вот, что касается закомплексованности конкретно. Ну, вот, мне кажется, совет это и есть региональный конкурс. Попробовать себя здесь, дома. Здесь тебя все знают. То есть все соседи, город маленький. Не страшно. Да, то есть здесь это не так страшно, как там, потому что там реально ты один. Ты один, потому что на первом конкурсе ты думаешь, что все это соперницы. Ты не можешь даже ни с кем поговорить, ты боишься поднять любую тему, чтобы тебя не обидели. Вот, и да, надо устраивать здесь, однозначно. Я очень надеюсь, что те, кто посмотрит наше интервью, действительно будет им, что тебе предложить. Мы, в свою очередь, окажем информационную поддержку с удовольствием. Спасибо тебе за интервью и новых тебе побед. Спасибо большое.